Ну что значит непонятно? Придется привыкать. С таким количеством мусорных свалок вокруг нас без такой штуки не обойтись. В Великобритании 565 официальных свалок, в Канаде более 2000, в Австралии почти три. В Украине законных свалок тысяч шесть, а незаконных 35 тысяч. Где-то 14 тысяч квадратных километров мусора. А это вся Черногория. В России по подсчетам Greenpeace санкционированных и несанкционированных свалок более 70 тысяч. Занимают они 40 тысяч квадратных километров. Это Швейцария, полностью заваленная мусором. Ну или четыре Кипра. Мусор это проблема, с которой приходится иметь дело всем странам. И каждая справляется с ней по-своему. Есть мусорные свалки. Преимуществ у них особо никаких, кроме того, что это способ дешевый и простой. А вот недостатков у них немало. Лежащий на земле мусор отравляет почву и грунтовые воды. Обычно перед тем, как отвезти мусор на свалку, из него под прессом выдавливают весь кислород. Так что он разлагается анаэробно, без доступа кислорода и вырабатывает метан. Газ гораздо опаснее углекислого и легко воспламеняющийся. Ученые считают, что даже если вы живете в пяти километрах от свалки, вам угрожают респираторные заболевания и, возможно, рак легких. Мусор можно также сжигать. Специальные заводы не только избавляются от отходов, но и вырабатывают энергию. Но и у этого способа есть свои минусы. Работа и обслуживание заводов обходится дорого. В строительство одного нужно вложить не менее 100 миллионов евро, а окружающая среда все равно загрязняется из-за выбросов в атмосферу. Лучше всего и для здоровья, и для экологии мусор перерабатывать. Да, сложно, но можно. Швеция гордится тем, что перерабатывает 99% всех бытовых отходов. Стране даже приходится покупать мусор за границей, чтобы сжигать его для выработки энергии. В Швеции переработка мусора – это национальная политика, в которую вовлечены почти все. От бизнесов H&M принимает поношенную одежду в обмен на купоны, до городских властей, в Хельсинбурге у контейнеров для раздельного сбора мусора играет музыка и детей, которые каждый год принимают участие в дне по сбору и переработке мусора. Правда, чтобы достичь таких результатов, Швеции понадобился не один десяток лет. Правительство ввело строгие законы, а обычным шведам пришлось сознательно изменить привычный уклад жизни. Ну а пока закупайтесь масками и учитесь понимать друг друга, потому что скоро нам всем уже оцениваем вас варда и рарда парамерта.